Встречайте товары в Киеве-Любе удобным способом. Кошельком Амабайл, с картами Атро, Мир, Визой, Мастеркард и Киевикошельком. Быстро, просто, удобно. QR-Page. Самый умный способ оплаты. Оплата по QR-Page с предложителями до сих пор. Апсу радио, апсу, ахадару. В эфире Абхазского радио новости. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok по недопущению дорожного транспорта в происшествии. В Сульском храме открылся 13-й фестиваль «Органные вечера». Об этих и других новостях известно по секунду. 30 августа, 15 сентября, в Республике... ...случай заражения... ...19 сообщает по службам Министерства здравоохранения. На стационарном лечении в Будоузской СРБ находится 16 пациентов. Свой россиян утонули 5 сентября в Акваторе в Гагру. Это житель Тименской области Корничук Виктор Викторович, 1992 года рождения, и москвич Пабич Владислав Юрьевич, 1985 года рождения. Причины гибели россиян устанавливаются. Кроме того, в Акваторе в Гагру сотрудники МЧС спасли жителя Уфы и доставили его в Кагурскую районную больницу. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Томила Мирцлава обсудила с представителем ТПП в Юрдане Амином Бакизом перспективы организации мероприятий по продвижению интересов абхазских предпринимателей и презентации Абхазии в Юрданском хашемическом королевстве. Как сообщает служба ТПП, в ходе беседы также поднимались вопросы реализации проекта Абхаз посетить свою родину. Мирцлава выразила готовность принять детей представителей абхазской диаспоры Юрдани, чтобы познакомить их с историей, культурой и традициями исторической родины. Также речь шла о возможности заключения договоров с абхазскими транспортными компаниями и рядом отелей по приему туристов из Юрдани. Подводя итоги встречи, Томила Мирцлава отметила, что с учетом сложившейся в мире ситуации деятельность ТПП Абхазии направлена на усиление работы и расширение сотрудничества со странами Ближнего Востока, Азии и Африки. Генеральная прокуратура Абхазии предлагает увеличить штрафные санкции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного обвинения. Соответствующие предложения будут в ближайшее время направлены в парламент. С 30-го года по августа 2022 года сотрудниками ГАИ Абхазии было введено 420 770 порушений правил дорожного движения. Из них было 20 тысяч случаев управления транспортом внутреннего состояния. Интервью Абхазскому Раду начальник ГАИ Батал Агерба рассказал в садике ВДТП и о предпринимаемых мерах в поле допущенных данных пространствах происшествий. Тему продолжит Алина Халваш. Согласно данным начальника ГАИ Батал Агерба, за 8 месяцев текущего года на дорогах страны произошло 132 ДТП. Несмотря на значительное увеличение автомобилей и другие обстоятельства, сотрудники принимают все меры, чтобы улучшить ситуацию. В 2021 году в результате ДТП погибли 42 человека, что с родительным месяцем проводить три года. ГАИ Батал Агерба отметил, что усиленная профилактика безопасности дорожного движения подразделением ГАИ в 2021 году позволила добиться относительного движения смертности на дорогах в страну. В данном случае, в этот период дошли причинами до таких частей последствий, остаются факты столкновения со транспортных средств и наезды на препятствия. В следствии превышения скоростного режима, правила вгона с выездом на встречную полосу в ГАИ Батал Агерба отметил, что на дорогах в дорогах в Транспортных проекте. Важно и необходимо проводить работу по улучшению состояния дорожной степи. В начале ГАИ добавил, что основными причинами ДТП являются нарушения скоростного режима и выезд на встречную полосу движения. Основными причинами в ГАИ Батал Агерба отметил, что в наших данных является нарушение скоростного режима, что процесс является первая вторая, а также выезд на встречную полосу. Принято решение назвали председателем министра возобновить специальное мероприятие строительство одной, которая весьма эффективно в 2021 году повлиял на обеспечение безопасности на дороге. Всего было выявлено 13 тысяч нарушений правил дорожного движения, выезд на встречную полоску. То есть это нарушение является одной из самых непосредственных, из-за чего происходят вся демонстрация проектов, в которых погибают люди и получают дешевые дороги. Уживозное количество автомобилей на дорогах увеличивается, тем самым увеличивается рост дорожных транспортных происшествий. В этом, что инспекции МИЖДО напоминают водителям и пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения, о необходимости быть всегда внимательными и осторожными на дороге. Министерство культуры России с 2023 года начнет финансирование русских театров за рубежием. Об этом сообщила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова на торжественной церемонии вручения студенческих билетов в высшем театральном училище имени Щепкина. С следующего года ведомство начнет прямое финансирование таких театров путем закупки нового светового и звукового оборудования и выделение свет на постановку «Премьер». Сегодня в Щепкинском училище обучаются 53 студента из многих стран мира. В этом году в училище впервые поступили 15 студентов из Асхазии, которые после выпуска станут артистами русского драматического театра в городе Сесунг. месторанского часа. Встреча perseпит в harvest. В отстали в ходу наLE! Творец в городе Сесунг. В Хипкинском фронте с альтроферации в регионе «Премьер» с альтроферами с альтроферами. Существует в народе 끝� kindern Режим Камиленской ловировать, Творец в городе Северонии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На этом наш информационный выпуск завершен. До встречи в 18.00.